Для Вероники Крахмалевой нынешняя беременность долгожданная. Она трижды не могла стать матерью, и вот наконец счастье ей улыбнулось. Врачи рекомендовали кесарево сечение и после операции сразу приложить ребенка к груди. Такое обычно не практикуют, но Вероника согласилась не раздумывая. Это будет лучше для ребенка как бы и витамины, иммунитет и как бы связь с матерью. Менее чем полчаса спустя Вероника уже в операционной. Местный наркоз позволяет оставаться в сознании. Операция проходит быстро, и вот свершается долгожданное чудо. Чудо появления новой жизни. Знакомьтесь, девочка Василиса, 2 килограмма 840 граммов. Немного погричав на собравшихся, она тут же изъявила желание отобедать. Ребенок, видите, начинает облицываться, начинает язык показывать. Это первые признаки того, что он готов к сосанию. Грудное вскармливание – то, на чем настаивают акушеры перинатального клинического центра. Всем пациенткам здесь рекомендуют, разумеется, исключая особые случаи и противопоказания, кормить ребенка грудью с первой минуты жизни. Первое прикладывание, и ребенок получает первые необходимые капельки молозива. Это как прививка ребенка, и происходит необходимое заселение микрофлоры кишечника, что очень важно. Алтайский перинатальный пока единственный в крае, где практикуют настолько раннее грудное вскармливание. Нововведению меньше полугода, но за это время врачи получили массу положительных отзывов. У Натальи эти роды пятые, все через Кесарева, и до сих пор по старинке ребенка ей приносили через сутки двое. Здесь сразу после рождения. Врачи говорят, иногда младенец отказывается принимать грудь сразу, и мамы считают это поводом переходить на искусственное вскармливание. Они уверены, это ошибка, и рекомендуют быть настойчивее, тогда младенец обязательно, что называется, распробует. Об этих и других тонкостях и премудрости грудного вскармливания они намерены рассказывать участникам школы для будущих родителей на протяжении этой и в начале следующей недели. А маленькая Василиса уже преуспевает в новом и пока главнейшем для нее умении. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.